Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион, в студии Татьяна Григорьева. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня в выпуске. Мы стараемся это все сделать, постараемся в течение суток ликвидировать эту аварию. Борьба за воду. В Анапе все силы брошены на устранение последствий крупной аварии на водоводе. Как город пережил день бесцентрализованной подачи воды. Настоящий герой, память о котором должна сохраняться в веках. Отдавшие жизнь за мир и товарищей, в Анапе почтили память земляка, героя России Вячеслава Евскина. Посмотрите, какие дети радостные. Они уже ждут этот праздник. Каникулы в движении. Праздники детства в режиме нон-стоп шагают по анапским дворам. Сегодня в Анапе с самого утра устраняют последствия крупной аварии на магистральном водоводе. Порыв случился в 4 часа. В результате подача воды была ограничена для 245 домов, стоящих на возвышенности, и в нескольких сельских округах. Глава Анапы Юрий Поляков собрал экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы скоординировать действия всех служб и максимально оперативно устранить последствия аварии. Руководитель водоканала Ярослав Царевский доложил, что из строя вышел главный магистральный водовод, обеспечивающий водой город и семь населенных пунктов. На устранение аварии и ликвидацию последствий брошены все силы. Юрий Поляков потребовал конкретного прогноза, сколько времени уйдет на восстановление, и поручил параллельно заниматься вопросом дополнительного обеспечения города и района водой. Кроме того, необходимо оповестить население о случившемся и обеспечить подвозь воды к жилым домам и социальным объектам. Сразу после КЧС глава города выезжает на место. Порыв случился недалеко от хутора Утаж. Здесь уже кипит работа. 40 человек, 5 аварийных машин, 3 экскаватора, 12 мотопомп. Масштаб аварии специалисты смогли оценить, только когда откачали воду с поврежденного участка. На трубе диаметром 1200 мм сорвало техническую пластину. Когда-то в свое время Таманский групповой водопровод делал цементацию трубы. Они через какой-то промежуток вырезали трубу и запускали туда такой аппарат, который делает цементацию внутри, чтобы более долгий срок она прослужила. Вот эту латку вырвало. Это она примерно метр шириной, 4 метра длиной. По поручению главы города временно подключили запасную нитку водовода диаметром 500 мм. Но этого объема хватило только на дома, стоящие в низинах, для тех, что выше, недостаточно давления. По словам главного инженера, авария такого масштаба в Анапе произошла впервые за 10 лет. На ее устранение потребуется не меньше суток. Вся техника собрана, все водопроводные средства у нас имеются, все, что необходимо для ликвидации аварии у нас есть. Единственный вопрос – это вопрос времени, но тут конкретики как бы нет особой. Мы стараемся это все сделать, постараемся в течение суток ликвидировать эту аварию. Сразу после восстановления поврежденного участка необходимо будет заполнить два накопительных резервуара по 10 тысяч кубометров. После этого выровнять давление в городской водопроводной сети. Иначе последует гидроудар, что может повлечь повреждение центрального водопровода. И только после этого можно будет подавать воду в дома. Ольга Родина, Руслан Душевский. В связи с аварией на магистральном водоводе глава курорта перевел в усиленный режим работы коммунальные службы города. Задача на все время восстановительных работ – обеспечивать питьевой и технической водой все социально важные объекты. Это приемный покой детской городской больницы. Сейчас в стационаре прибывают 135 детей и 77 ухаживающих. Работа идет в штатном режиме. Нехватки воды здесь не почувствовали, так как с самого утра каждые полтора часа организован подвоз воды. Мы имеем огромный инфекционный корпус, работающий с большой нагрузкой. Это и поддержание санитарного состояния, питьевой режим, плюс пищеблок, опять же, и приготовление пищи, и обработка посуды. На данный момент резервуар стоит, дефицита в питьевой и технической жидкости воды нет. По 10 кубометров воды каждые полтора часа получает и центральная городская больница. Техническая вода для общебытовых нужд и питьевая для пациентов, медперсонала, а также приготовление пищи. Отделение подходит, набирают, уезжают. Как я уже сказал, одну машину мы освоили, использовали. Это уже вторая машина. У нас есть объем воды питьевой на пищеблоке, необходимый для приготовления пищи. Нами приобретена получена бутылированная вода, для того, чтобы пациенты в отделениях могли ее принимать вплоть до одноразовых стаканчиков, потому что сейчас действительно в режиме ограничения потребления воды лучше использовать предметы, которые не нужно потом обеззараживать. Глава города Юрий Поляков обратился за помощью в соседние муниципалитеты. Из Новороссийска, Темрюка, Крымска, Геленджика и Краснодара в подмогу отправился транспорт для обеспечения водой местного населения. С этой стороны вода, с колодца. Послал начальство сюда на помощь Анапы. Ну что делать? Пришлось ехать. Вот приехал и вот приедем по населению. У нас в Геленджике тоже там, воды нет, и мы развозим по населению. Помогаем? Как приехал утром, берут и берут и берут. Жители многоквартирных домов выстраиваются в очереди. В подвозе воды задействовано 13 автоцистерн. Обеспечение населения водой производится по заявкам управляющих компаний. Как говорят, без воды ни туда, ни сюда. Я пол восьмого всем встала, еще была вода. Пол восьмого открываю кран, воды нет. Звоню в диспетчерскую. Я говорю, в чем причина? Без предупреждений. Да, какая-то крупная авария на городоканале. Люди как-то должны справляться с этой ситуацией. Что же без воды? Не постирать, не убрать, не помыть. О том, что не будет воды и будет подвоз осуществлен, узнала из социальных сетей. И непосредственно вышла из дома, увидела, что подъехала машина. Естественно, бегом. Вода очень востребована, людей очень много. Для координации действий в Анапе создан оперативный штаб под руководством главы города Юрия Полякова. Ситуация будет на его контроле до полного восстановления системы водоснабжения. Никита Бойко, Руслан Душевский, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа-регион. Мы следим за ситуацией. О любых изменениях будем сообщать на нашем сайте anaparegion.ru. Следите за лентой новостей. А пока за справочной информацией можно обратиться в диспетчерскую службу водоканала по телефону 20948 и в управление ЖКХ 24415. И к другим темам. Ровно 22 года назад в Чеченской республике, отражая нападение боевиков, погиб anapchanin майор ФСБ Вячеслав Евскин. Жители города воинской славы, а также сослуживцы героя пришли, чтобы почтить его память. У него не было специальной боевой подготовки, только общие навыки. Вячеслав Евскин занимался расследованием экономических преступлений. В Чеченскую республику поехал в командировку. Тогда каждое силовое ведомство направляло своих специалистов, оперативников, следователей. Пришла разнарядка ФСБшная в командировку. Пришли в отделе и сказали, кто поедет. Давайте будем кидать монетку, предложили ребята. А слава встала, говорит, не знаю, что кидать, я поеду. Павел Покусаев в середине 90-х возглавлял анапский отдел ФСБ. Хорошо помнит тот день, когда Евскин отправился в Чечню. Там уже чувствовалась подготовка к нападению. На пару дней соседние дома покинули местные жители. Атака началась, когда все находились в общежитии. Евскина задело из крупнокалиберного пулемета. Он попросил оставить ему гранаты, остальным приказал отходить в сторону управления, которое было хорошо укреплено. Товарищей он спас ценой собственной жизни. Честность, порядочность, открытость, откровенность абсолютная. Ну и такое свойство привлекать к себе людей, приятным быть в общении. Сначала боевики попросили за тело 10 тысяч долларов. Но узнав, что это сотрудник ФСБ, увеличили сумму в 10 раз. Уже начали собирать выкуп, однако сослуживцам Евскина удалось отбить тело товарища в ходе специальной операции. Муниципальные власти подчеркивают, что для города воинской славы вдвойне важно хранить память о таком значимом подвиге. Очень радует, что сегодня в Анапе очень мощное военно-патриотическое движение. Мы видим здесь настоящих патриотов Анапы, молодежь, наших общественников, тех людей, которые служили, знали Вячеслава Михайловича. Настоящий герой, память о котором должна сохраняться в веках. Он выполнил свой долг и, кроме того, он проявил настоящую волю к победе и показал, насколько сильно русское оружие. Он командир, поэтому он нес ответственность за своих подчиненных. И он принял правильное решение, потому что так его воспитала наша родина, отчизна. Спасибо Вячеславу самому, что он исполнил свой долг воинский до конца, как офицер. Спасибо его родителям, спасибо его близким, что они воспитали вот такого прекрасного героя, который стал гордостью для всех анапчан. К памятнику майору Вячеславу Евскину на одноименном бульваре возлагают корзины цветов от благодарных анапчан, ветеранов, сослуживцев. Сестра героя Валентина Евскина-Медведева поблагодарила анапчан за то, что бережно хранят память и передают ее следующим поколениям. Никита Бойко, Александр Ребеко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Анапская межрайонная прокуратура совместно с администрацией города решают проблему обманутых дольщиков, которые уже более 10 лет ждут квартиры в домах по улице Парковая, 60. Тогда уже действовал федеральный закон номер 214, однако директор строительной компании работал по старинке. Собирал деньги на основании простых договоров купли-продажи. Потом дела у компании не заладились, в довершении всего руководитель умер. Сегодня появились реальные инструменты, чтобы решить данную проблему. И она поможет стать одной из первых территорий, где будет наработана практика применения нового закона. В зале представители прокуратуры, администрации, а также обманутые дольщики. Они разделились на две группы. Первая заявляет, что есть компания, которая готова достроить дома и настаивает на выделение участка земли в инвестиционно привлекательном месте. Он необходим для компенсации затрат. Представителя застройщика также пригласили. Он пояснил, проект действительно просчитывали, но пока рассматривали вариант повышения этажности и продажей остальных квартир. Получается нерентабельно, однако для переговоров здесь всегда открыты. Вы же понимаете, что вам же тоже не могут предоставить свет того, что вам... Нет, понятно, конечно. Свет прибыли вы с этого не получите. Это понятно, что в пределах разумного. Действительно, этой весной принят краевой закон. Он предусматривает выделение застройщикам, которые возьмутся достраивать проблемные дома компенсационных участков. В законе не оговариваются нюансы, какие там тонкости, да, для того, чтобы предоставить инвестору какие-либо определенные земельные участки, какой их размер, как он должен, в каком месте он должен предоставляться. Вторая группа объединилась в жилищно-строительный кооператив. Они считают, что дома реально достроить за счет дополнительных взносов. Вместе с тем, по подсчетам муниципального управления капитального строительства, на это потребуется более 400 миллионов рублей. Почему мы направили именно те расчеты, что они бы представили? Потому что, знаете, ну как, во-первых, инвестор же может не сегодня найти, а завтра. А тут инфляция, тут удорожание всех этих стройматериалов. Так бы мы направили на 200 миллионов, да, ему дадут участок стоимостью, кадастровали там рыночную стоимостью 200 миллионов. Он начнет достраивать, в итоге скажет, слушайте, так я уже перевалил за 200. Кроме того, в ЖСК занимаются объединением трех участков, на которых находятся недострои, в том числе через суды. Сегодня в их распоряжении только один из них. А можно же передать и тот, и тот инвестору, а он потом увидит. Да, 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 да. Это правильно. В такое время это то же самое, в принципе. Мы свой передавили, а не свой. Мы с вами согласились. И все. А администрация поможет их обидеть. У нас все равно еще третий участок. Третий участок, который уже... Ну, третий же. Нет, мы все поможем, вообще не вопрос. По словам заместителя прокурора, такая разница в подходах только вредит общему делу. Похожую точку зрения озвучил и директор компании, которую часть дольщиков впрочит в инвесторы. Помимо экономики, там, ну, черный... Там лес. Там лес. Из него у нас строительная компания, а не юридическая контора. Нам оттуда выйти будет очень сложно. Из-за договоров, из-за проохранения. Ну, там, с земельным участком, с дольщиками, с договорами. Вместе с тем, как рассказал заместитель прокурора, по факту подделки подписи на одном из договоров уже возбуждено уголовное дело. Еще по четырем проводится экспертиза. Тем временем в городской администрации продолжают искать инвестора. Не только в Анапе, но и по всему региону. А также систематизировали и отправили в край информацию обо всех свободных участках, включая те, что находятся в краевой и федеральной собственности. Речь о десятках гектаров земли. Со своей стороны заместитель прокурора получил направить краевым властям письмо с просьбой максимально ускорить выделение компенсационного участка. На очень высоком уровне эта работа ведется. И серьезные люди привлечены к этой работе, по контролю за этой работой. Поэтому я думаю, что в кратчайшие сроки эта бумага окажется в администрации края. И эти земельные участки, их судьба будет отслеживаться ежедневно. В этом я могу вас уверить. Все, что в моих силах я буду делать совместно с администрацией, которая тоже, уверяю вас, не бездействует на сегодняшний день. Она не бездействует. Направляет, контролирует. Следующее совещание в том же составе запланировано на последнюю неделю августа. В Анапе продолжаются каникулы в режиме нон-стоп. Так называются интерактивные площадки, которые организовывает для анапской детворы молодежный центр 21 век. Очередной праздник детства прошел в одном из дворов по улице Маяковского. Интерактивная площадка традиционно собирает не только местных ребят, но и юных гостей курорта. Дон-стоп шагает по Анапе, заглядывая в каждый двор. Сегодня шумно и весело на Маяковского 80. Конкурсы, эстафеты, подвижные игры. Программа специально разработана для активного времяпрепровождения. Мы пробуем разные форматы. Мы берем с собой постоянно разные реквизиты, которые у нас есть. Но в основном все предпочитают активные и подвижные игры. Поэтому разные эстафеты весело-станавливаются с детьми проводить и смотреть на их реакцию. Если они реагируют положительно, то мы продолжаем в том же духе. В этом микрорайоне подобные мероприятия для детей проводятся регулярно. В организации принимают участие не только специалисты Центра 21 век, но также местное территориальное общественное самоуправление и депутат округа. Что хочу? Конечно же сказать спасибо 21 веку, который всегда откликается на наши предложения провести какие-то мероприятия на нашей любимой площадке. Вас, конечно же, поздравляю. Больше улыбок, радости. Каникулы продолжаются. Ура! Такое тесное сотрудничество. Очень благоприятно сказывается. Посмотрите, какие дети радостные. Они уже ждут этот праздник целую неделю, спрашивали, когда же будет, когда приедут, когда... У нас постоянно очень много детей на этой площадке, особенно вот вечером собираются. До ста человек на площадке бывает. Нон-стоп продолжит путешествие по Анапе. До конца лета такие праздники детства пройдут в каждом дворе. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным.